ЗВОНОК В ДВЕРЬ Или я снова не те лыжи одел, или медицина снова победила. В общем, неважно. Знаешь, у меня возникло такое чувство, что что-то не так. Как будто бы меня имеет, независимо от моего желания, хочу я или не хочу. Тебе не кажется это правдоподобным? Если честно, я не пойму никак, зачем меня так. И за что. Но все по порядку. Расскажу я вам свои интимные отношения с моим государством и начну их вот-то с чего. Дело в том, что в жизни есть одна маленькая, но очень важная фигня. Однажды дети вырастают. Становятся чуть выше, чуть свободнее, чуть образованнее своих отцов. Понимаете? Они уже не хотят стоять в бесконечных очередях. Бегать за пивом и выносить невыносимый мусор. Дети хотят чего-то большего. Бегать за пивом и выносить невыносимый мусор. Как вы угадали, я показал, как я среднестатистический россиянин повзрослел и что мне дало мое любимое государство. Ну может не все показал, но да не важно. Берем ребенка, то есть меня и смотрим кто для кого. Я для государства или государство меня. В общем, дорос я благодаря трудам моих родителей до трудового возраста. Моя работа или такая, или такая, не важно. В общем, мои первые интимные отношения с государством уже начинаются. Моя первая заработная плата. Радости полной штаны, моя первая покупка, мои первые чаевые и так далее, и тому прочему, мой интернет. И не понял. 13% содрались меня за то, что я работал на государство или в этом государстве. 224 часа в месяц я отдал ему и моя зарплата 15 тысяч. Я работаю на себя или на государство. 13% я плачу за медицину, за полицию, за армию, за тюрьму, за чиновника, за кого там еще. Ах да, в общем, вроде за все оплатил. Простите, можно один вопросик? Так я работодатель всех этих товарищей. И что, они без меня никак? И они тоже платят за себя? Так без меня капец стране, а лямба батареи? Так на мне вся Россия держится круто. Ладно, буду держать страну свою на себе, согласен. И вот я иду с бухгалтерии домой, заглядываю в почту и... Квиточки. Квиточки за свет, квиточки за газ, квиточки за жилое, квиточки за мусор, лифти, куча ремонт, просто ремонт, горячую воду, холодную воду, содержание придомовой. Я ничего не забыл. А, тут еще квиточек от налоговой заплатил за жилье. А вот еще квиточек за домашний телефон, а он упал за антенну. А где же за интернет? Не понял, это что, нормально? Вы все эти организации что, тупые? Я уже 13% зарплаты заплатил. Да, так бы и разъяснили, что я, работая на благо этого государства и выплачиваю этому государству 13%, еще не все оплатил. Что ты там мямлишь? Даже это есть. Да, да, все есть. Все. И ты пользуешься именно ею. Разве нет? Я? Рад вас видеть. Сегодня здесь будет посеяно семя великого знания. И вы еще не раз вспомните этот день. Предлагаю обсудить вопрос, который мучает человечество испокон веков. Куда идти бренному и потерявшемуся духовно человеку на грешной земле? В наш атомный век считается, что люди стоят у руля планеты и ведут ее прямым курсом к общему счастью. Проблемы нефти, терроризм, коррупция, торговля оружием, людьми, наркотиками – это лишь мелкие преграды, встречаемые на пути. Но по сути, куда мы движемся и какова цель? Я розами не оплатили, я вырос, я плачу налог на недвижимость, налог на движимость, на бизнес, на транспорт, на землю, за газ, за свет, канализацию, отходы в садик, школу, медикаменты, ремонт жилья, телефон, интернет, горячую холодную воду, телевидение, печатные издания, полиция, ОБП, ОБОП, РУБ, ПФСБ, прокуратура, суды, мэров, депутатов местного созыва, региональных, федеральных, чиновников, местных, региональных, федеральных, жеки, УК, партия, министры, президенты. А что остается мне, а как же я? И все они хотят меня, да, братец, вот зачем я тебе звоню, не одолжишь мне на время конституцию, а? Чтоб понять, в какой стране я на самом деле живу. Люди, ау... Может, пора с большой буквы писать Я. Загляни-ка в конституцию, нет ли там Я?